В турнирной сетке, но и Барс не расстраивается, не отчаивается, набрано важное очко. Ну, это такая судьба с Металлургом играть там до... вообще, до победного, до конечного. Огромное количество шайб и много всего интересного. И вот первая шайба Максима Марушева на седьмой минуте ворота Тимура Шиянова. Ворота Тимура Шиянова. Казанцы быстро ответили, и это был Маскутов. Поражает он ворота Алексея Красикова. 1-1 становится счет. Вот это шайба вашему вниманию. 1-1. Что было дальше? Дальше было преимущество Металлурга. Чуркин набрасывает, и Казаков переправляет эту шайбу в ворота. После чего Шиянова заменили. Ну, вот она эта шайба. Ну, здесь Шиянов не чаялся. Не попал он в игру. Ну, в общем, наверное, не удивительно. А здесь уже на воротах Столкиченков. Но недолго он оставался сухим, потому что получили большинство гостей. И Вихарев с передачи Петрикова делает чет 3-1. Несмотря на вот такой отчаянный футбольный бросок Столкиченкова, который в целом сегодня себя очень хорошо зарекомендовал. Ну, в общем-то, и спас. Спа перевел в вертаментную грузсерию Булит. Правда, помочь не смог. И вот здесь две шайбы Казанцев. Во-первых, это Раиль Газейзов. Это уже 27-я минута. Все хорошо. Газейзов 27-я минута. И та же минута, это уже Клинкин. Тут уже даже 22 секунды прошло между этими шайбами. И удивительно, конечно. А вот эту шайбу переправили сами себе и новокузнечане. Рукой ворота переправили. Но записали ее на счет Клинкина. И так вот сравнял счет. И вот были основные события второго периода. В третьем периоде Казанца могли и повести в счете, кстати, в этом втором периоде. Моменты были. Вот у Алексеева в меньшинстве был момент великолепный. Тут Печенков вошел в игру, хорошо разбирался. Еще в целом очень достойно он выглядел. Молодец. Молодец. И здесь моментов-то у Казанца выйти вперед было, да? Напоминаю, что счет 3-3. И вот здесь, когда идет третий период, гости. А здесь еще Казанца атаковали сначала. Ситуация, когда получили гости большинство и провели атаку схода. Большинство у них было реальное такое. Поэтому не стали они расставляться в зоне. И Денис Вихаревич Казакова и Шешина делает счет 4-3. Это 48-я минута. Ну а потом пришло время Росима Шакирова. Он добил шайбу в этот пустой угол. И счет стал 4-4. Но это еще было не все. Вот добивание Шакирова. Он объехал ворота с другой стороны. И добивает эту шайбу. И губа бросает. Вот здесь не разобрались защитники Новокузнецка. И в итоге пятую шайбу забрасывает Иван Климкин. Тогда казанцы были в большинстве. Это была 54-я минута. И казалось, что уже есть шансы на победу. В этом таком неудачно по началу складывающемся матче победы. Но гости сравняли счет быстро на 55-й минуте. Сердюк с передачей Вихарева, у которого 2 шайбы и ассист. И Чуркина, у которого 3 ассиста сегодня. И у нас оставалось 5 минут играть. В итоге игра перешла в овертайм. В овертайм тоже был такой горячий. В общем, это еще основное время. Но здесь вы видите, здесь вот каркас сыграл в ворот в очередной раз за казанцев. Здесь и кубом прорывается. Ну и, конечно, самый фантастический момент у нас случился в овертайме. Казанцы все ушли меняться. И вот это вот было спасение. Спасение матча, конечно, со стороны Слопиченкова. Ну а потом булиты точнее реализовали гости. И Андрей Мигур отличился у хозяев. И Денис Дюрягин, и победный Егор Сердюк. Поздравляем Новокузнец, поздравляем всех болельщиков хоккея. Дорогие друзья, великолепная игра. И напоминаю, что послезавтра казанцы в 18.30 встречаются с Динамо Алтай. Последний матч домашней серии. Ждем вас на этой игре. Будет и наша трансляция, конечно. Не унывать. Болеем только за любимые игры. Будет и наша трансляция, конечно. Продолжение следует...